Вы в курсе были сейчас в юбилейном матче? Нет, не в курсе. Ну, а как приятно. Вот тут сейчас вопросы от судейства. Вы, игроки, уже перестроились на эту манеру беспредельного судейства? Да на самом деле очень тяжело. И вот сейчас подходили перед буллетами, как раз за репом подъехали к судьям, говорим, ну вы определитесь, как нам играть. То вы даете там удаление за удар по клюшке еле-еле, то нормальный хоккей, где можно применить силовой прием, и вы нормально от этого реагируете. То есть, хоть подъезжай и перед игрой спрашивай, по каким правилам, судите по жестким или нет. Ну, силовой прием как Сумса отреагировали адекватно? Он был чистый? Да, если вы по сегодняшней игре, я думаю, что вопросов не возникает, нормальная жесткая игра была с силовыми приемами, они давали играть. То есть, абсолютно адекватно и, в принципе, для хоккеистов, наверное, это самое здоровое. Но вы подъехали к суде говорить по поводу буллита, я правильно понимаю, когда там... Ну, когда распределение шло, кто будет первый исполнять, и у меня и у Зарипа бывают тоже вопросы. Извините, нет, я имею в виду, когда в игре нарушение было на пистушке, если я не ошибаюсь. Ну, нарушения были вообще, но здесь... Да, здесь... Мы из-за этого и не можем понять. Если сегодня было судейство с точки зрения хоккея нормальное, нам давали играть в нормальный хоккей, то в других играх гораздо меньшее нарушение дают две минуты. То есть, непонятно, нет такой четкой линии определенной. Витязь назвал магнитку грубой командой, что можете сказать? Грягой. Даже гряга, да. Ну, это к Витязю вопрос. Я ответил на вопрос, была нормальная, нормальный хоккейс я не был. Так вот с судействием что делать? Может быть, игроками? Ну, это... А мы... От нас ничего не зависит. Было бы здорово, если бы была какая-то определенная четкая линия, и чем быстрее они дадут нам понять, по каким правилам мы будем играть, тем проще для нас будет и, наверное, понятнее для зрителей. В прошлом сезоне было больше водки, вы считаете? Ну, я думаю, что все-таки хоккей это нормальная мужская игра, и есть место и силовым приемам, и на некоторые вещи, где там... Какая-то силовая борьба, она должна быть силовой борьбой. Это мужской вид спорта. Сравнивая два матча «Динамо» с «Магниткой», да, вот, за полмесяца, можно сказать о том, что этот матч говорит о том, что «Динамо» в порядке? Потому что там-то начали, как начало был сезон, не очень... Нам еще очень-очень далеко до порядка, мы только начинаем искать ту игру, которую должны показывать. В начале сезона на первую игру мы вообще не были готовы к такой игре. К такой игре металлург именно, да? Ну, мы и проиграли, и по движению, и проиграли большинство и меньшинство, и вследствие этого был такой результат. Ну, сейчас они не смогли ничего сделать, по большому счету. Никто, ни Мазяки, ни Зарипов, ну, ноль голов они. Мы учимся. А? Мы учимся. Ну, по большому счету, вы согласны с той оценкой, что «Динамо» — это матч, ну, нельзя говорить, должно. Но могло выиграть, потому что те моменты, да, которые не реализовали при счете 0-0. Ну, я думаю, что опасные моменты были и у той, и у другой стороны, но мне кажется, что игра была абсолютно равная, и здорово сыграли в артаре. Я правильно понимаю, что в сегодняшней игре арбитры судили, как в прошлом сезоне? Да, примерно? То есть по правилам картонистов? Обязательно, да. Но я же ответил на эту вопрос. Ничего, мы сейчас обсуждаем тему судейства, что мне завтра позвонили из лиги и сказали, ты не имеешь права об этом говорить. Нет, ничего не имеете. Ладно, коллеги, давайте... Спасибо огромное. Спасибо.